всем привет наконец-то у нас надо покаркать рада видеть вас на своем канале наконец-то у нас наступило тепло снег растаял солнце вышло последние несколько дней мы даже не выходили на улицу практически почему а потому что у нас дули очень сильные ветра ну было настолько холодно что было некомфортно выходить на улицу даже в фуфайках но сегодня вот меня солнце выманило на улицу и действительно где-то за ветром находиться прям очень тепло так пригревает мне это очень нравится здорово есть у нас в наличии вот такие вот ветки которые папа оставил после того как он начал обрезать вишню и хотели их сжечь чтобы была зола я такая говорю мне пришла идея а что если попробовать сделать с помощью них декоративный заборчик я не знаю как это делается я так немножко буквально посмотрела в интернете вот эти схемы плетения я хочу попробовать получится не получится без понятия говорят что для этих дел также используют вот получается эти собаки используют ветки плодовых деревьев но обычно конечно используют ивовые ветки либо от виноградника но так как виноградник мы не так давно сожгли ветки от него то остается только вот такой вариант из того что есть так скажем я его слепила из того что было у меня здесь пила молоток ножницы и веревка не знаю насколько мне все это пригодится но взяла на всякий случай попросила у папы для каркаса я буду использовать толстые самые ветки которые у меня будут входить в землю планирую делать заборчик невысокий думаю за мне все-таки молоток очень пригодится вот какие-то такие думаю подойдут теперь мне нужно отпилить вот эти вот пучки небольшие чтобы ветки были ровные каркас наш честно говоря я очень рада что я чем таким занимаюсь мне нравится вот своими руками что-то делать конечно может быть и стоило посмотреть какие-то схемы да в интернете как это все делается может быть даже было проще мне было это делать хочу сама спросила маму куда лучше сделать этот забор где точнее она говорит мне не нравится что собаки бегают по нашей петрушки так что скорее всего вот сейчас я буду сюда оставить эти колья нашу основу со стороны роз чтобы они не бегали не топтали здесь ничего но я и сказала сразу что это должно быть такое место откуда ты уже не будешь никуда этот забор переставлять потому что он будет в копан все хорошо и чтобы это было такое место где папа не будет перекапывать ничего с помощью культиватора а давай здесь ну здесь так здесь такая жесткая пока что такая жесткая что был дождь был снег вот так вот видите эти собаки прям тут бегают им без разница петрушка тут цветы это посажены просто на пропалую бегут и все притаптываю ну в принципе неплохо ну вот на небольшом расстоянии буду вкапывать эти колья потому что ветки не длинные у нас не прутья так так вот вот Продолжение следует... И сейчас я должна вот привязать самую нижнюю вот этой вот веревкой. Хорошо. И теперь по принципу сначала в эту сторону, потом в эту сторону, снова в эту и вот так вот. Так же делаем с остальными. Было бы, конечно, лучше, если бы я знала какие-нибудь узлы, но я не знаю никаких узлов. Не знаю, насколько у меня получается это делать, но я во всяком случае пытаюсь. Видимо, без веревок здесь не обойтись вообще никак. Вот я так вот решила скрепить все эти слои веток. В общем, что я решила. Так как у меня нет длинных прутев и они вот здесь некрасиво уже получаются, я решила вот здесь вот обрезать и уже новыми прутями продолжать в этой части. Вот. Еще можно здесь подрезать и будет ровненько, красивенько. Рядом со мной мои собачки. Мишка дрыхнет, подглядывает. И малыша тоже. Я хочу попробовать другой способ плетения этой изгороди. Решила делать не там, потому что там очень сильный ветер и холодно. Здесь как-то за ветром лучше гораздо тупее. В общем, беру и вот здесь вот скрепляю эти вот веточки. Ведущая площадка addка Продолжение следует... 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 Продолжение следует...